Состояла 68-я сессия Законодательного собрания Иркутской области. Депутаты рассмотрели около 40 вопросов. В повестку вошли законопроекты об увеличении штрафов за нарушение тишины, об охране атмосферного воздуха и отдельных вопросах стратегического планирования. Также парламентарии во втором чтении провели работу над законами об инвестиционной политике и гаражной амнистии. Подробности в следующем сюжете. На 68-й сессии Законодательного собрания при Ангаре под руководством спикера парламента Александра Ведерникова депутаты рассмотрели законопроекты об увеличении выплат детям-сиротам и получении материнского капитала за третьего или последующего ребёнка. Одним из главных решений стало принятие закона об инвестиционной политике. «Приняли депутатами закон, который, по сути дела, утверждает, что все взаимоотношения между государством и бизнесом должны быть в письменной форме в виде инвестиционного соглашения, чтобы потом легко можно было проверить, что обещали, а что фактически реализовали». Часть вопросов касалась социально значимых инициатив, таких как поддержка мобилизованных, единовременные выплаты медработникам и увеличение штрафов. К слову, теперь предпринимателям грозит административная ответственность за продажу энергетиков несовершеннолетним. Размер взыскания для граждан составит от 2 до 3 тысяч рублей. Кроме того, теперь шумных соседей будут штрафовать вдвое. Инициативу внесли в областной парламент в связи с увеличением количества обращений. Документ устанавливает взыскание за нарушение тишины в пределах от 500 до 2,5 тысяч рублей для граждан, а юридическим лицам придётся заплатить до 25 тысяч. При этом правоприменительная практика не изменится. Конкретную сумму для каждого нарушителя будет определять суд. Сегодня на сессии законодательного собрания мы поддержали инициативу главного управления МВД России по Иркутской области, которая была внесена губернатором Иркутской области о повышении штрафов в так называемом законе о тишине. В наш адрес было много обращений от граждан, в том числе и должностным лицам главного управления МВД, в полиции, на местах, а в правительстве Иркутской области, я думаю, в местной администрации также, о том, что нарушения происходят, а те штрафы, которые ранее были установлены, они не играли никакого серьёзного значения для жителей Иркутской области. Также внесены изменения в закон об отдельных мерах социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Право на ежемесячную выплату получили дети, потерявшие родителей во время обучения в общеобразовательных учреждениях. Размер пособия доведён до величины прожиточного минимума. Кроме того, во втором окончательном чтении приняты законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми. Сумма денежных средств, которая ежемесячно идёт на поддержку детей, каждого ребёнка из этой категории, каждого человека. И если на сегодняшний день эта норма около 7 тысяч рублей, то было принято решение по предложению губернатора Иркутской области при поддержке соответствующих всех структур, что это будет величина прожиточного минимума для детей. В Иркутской области на сегодняшний день эта сумма 13 269 рублей. В завершение второго чтения парламентарии приняли закон о гаражной амнистии. Основными документами, подтверждающими право гражданина на бесплатную землю, являются членская книжка и справка кооператива. В них должны быть сведения о годе постройки гаража и о вносимых членских взносах. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования и будет действовать до 1 сентября 2026 года. Документ коснётся гаражей, которые построены до 31 декабря 2004 года. Егор Сорокин, Дмитрий Новопашин. Местное время.